В эфире телеканал ННТ новости в студии Лориана Шумхалаева. Здравствуйте! И в начале короткий анонс. Главнее всего погода в доме. Как обстоят дела с коммунальной инфраструктурой в этом году? Расскажем через минуту. Порог 70%, выше порога только у нас один Каспийский. 70%, более 74%. Что все главы муниципальных образований хотят выехать на Каспийский, что ли? Во всех лишь школах прозвенит первый звонок. Ряд образовательных учреждений республики рискуют не успеть завершить ремонт к учебному году. Дагестанский рис, он лучший самый. Какие еще успехи у региона в аграрном секторе, рассказал профильный министр. В крупной сети российские с удовольствием закупают наш рис. И даже на экспорт очень много запрашивается. Но так как в этом году из определенных сложностей по рису сейчас экспорт запрещен, когда прекратили. Вернуться в октагон спустя 10 лет. Боец-тяжеловес Магомед Маликов проведет бой-реванш в конце августа. Подробнее об этом. На календаре середина августа в разгаре работы по подготовке объектов ЖКХ к зиме. О том, на какой стадии находится решение вопроса, накануне обсудили на очередном совещании оперативного штаба. Выяснилось, что риски не успеть в срок все еще сохраняются. Подробнее в сюжете по темат Ханаповой. В состоянии жилищно-коммунального хозяйства республики оставляет желать лучшего. Работа по его реформированию является недостаточной. Как быть? Об этом говорили на очередном совещании оперативного штаба. Процент готовности объектов ЖКХ к зиме вызывает массу вопросов. Порог 70%, выше порога только у нас один Каспийский. 70%, более 74%. Что все главы муниципальных образований хотят выехать на Каспийский, что ли? Я обращаюсь ко всем главам муниципальных образований. Вы, пожалуйста, активизируйте работу с населением. Встречайте с руководителем этих предприятий. В чем причина? Вместе с тем вы просто констатируете факты, что у вас проблемы по тем или иным направлениям, а пути решения нет. Говорили и о задолженностях. Так, предприятиями ЖКХ за потребленные энергоресурсы в общей сложности не выплачено более 9 миллиардов рублей. Это существенно тормозит работу, отмечают специалисты. Уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги также является очень важным показателем. В среднем по республике составляет 64,6%. Низкая собираемость платежей отмечается в городах Багестанские Агни, Хасавюр, Буйнац. Причем основная задолженность у нас предприятий, которые занимаются ресурсоснабжением, ресурсоснабжающей организацией, МУПы, ГУПы, частные компании. Уровень собираемости среди населения существенно выше. Вы большую работу проводите по реформированию ЖКХ в вашем министерстве, но если они не слышат, их надо, извините за такое выражение, разбудить. И чтобы они начали работать, то нужно делать, какие меры необходимо принимать, чтобы минимизировать эти все задолженности и определить сроки ответственных лицам. И потом, повторно еще раз, до начала отопительного сезона, надо будет их заслушивать. Еще одна проблема – износ коммунальной инфраструктуры, что в свою очередь приводит к частым авариям. За полгода зафиксировано более тысячи случаев. В связи с этим принято решение зарезервировать более 35 миллионов рублей на случай возможных сбоев на объектах ЖКХ. Основная причина инцидентов на объектах ЖКХ – видится недостаточное финансирование органов местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями мероприятия по ремонту и замене изношенных основных фондов в период подготовки к отопительному сезону. Недостаточно средств, запланированных в городах Кизелю – 7,3 миллиона рублей, Южно-Сухокунск – 5,8 миллионов рублей. Не предусмотрены мероприятия и финансовые средства для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов в городе Кизля. Здесь стоит отметить, что общее состояние фонда такое, что действительно это не проблема муниципалитетов только, потому что такой объем денежных средств, какой у нас получится расчетным путем, они просто не обладают такими финансовыми запасами, такими финансовыми возможностями в рамках своих бюджетов. В общей сложности в этом году в республике на подготовку объектов ЖКХ к зиме выделят 1,3 миллиарда рублей, это на 200 миллионов больше, чем годом ранее. Эти средства будут предусмотрены из регионального и муниципальных бюджетов, а также из собственных средств предприятий. Кроме того, правительство России выделило Дагестану на улучшение коммунальной инфраструктуры более 700 миллионов рублей. Финансы есть, остается лишь их освоить. В 12 школах Дагестана могут не успеть завершить капитальный ремонт к 1 сентября. По данным Минобра Республики, готовность объектов составляет только 85%. Всего в текущем году реконструкции проводились в более 200 учебных заведениях. Полностью работы завершены в 71 школе, а в 127 ремонт находится на завершающей стадии. В Дагестане существенно сократились случаи мошенничества с деньгами, которые государство выделяет для поддержки сельхозпроизводителей. Об этом на пресс-конференции заявил глава Минсельхоза Республики Мухтарбий Аджеков. По его словам, большую роль в этом сыграл многолетний опыт взаимодействия министерства с представителями отрасли. Сотрудничество позволило ведомству определить, кто реально занимается сельским хозяйством, а кто случайный человек. Аджеков также рассказал, что республика в сфере сельского хозяйства показывает практически стопроцентные результаты. Активно развивается лесоводство, животноводство, растеневодство. Особым спросом пользуется местный рис. А вообще правда, что считается наш рис одним из лучших? Самый лучший, да. Это и признают. Поэтому наши сети, крупные сети российские с удовольствием закупают наш рис. И даже на экспорт очень много запрашивается. Но так как в этом году из определенных сложностей по рису, сейчас экспорт запрещен, прекратили. Поэтому пока будем насыщать свой внутренний рынок. А так, что касается качества, безусловно, это один из лучших по качеству нашей рис. Говорили на пресс-конференции и о проблемах. Так глава ведомства отметил, что в республике недостаточно хранилищ для овощей и фруктов. На данный момент на складах находится всего лишь 30 тысяч тонн, что существенно отличается от других регионов, где цифра доходит до 200 тысяч. В Махачкале по улице Коркмасова снова будут ездить троллейбусы. На центральной улице столицы после реконструкции возобновили линию под номерами 3, 5 и 6. Троллейбус номер 3 связывает микрорайон Ватан в Махачкале и район завода Дагдизель в Каспийске. Маршруты номер 5 и 6 курсируют по многим известным улицам столицы. Горожан новость обрадовала. Многие признаются, что в сравнении с маршрутным такси поездки на троллейбусе позволяют сэкономить. Если честно говоря, этих троллейбусов 11 месяцев не было. Вот по этому маршруту. Пятерка, шестерка и тройка. Не было этих маршрутов. Вот сейчас отпустили и то мало. Понимаешь, почему? Потому что зарплата, во-первых, маленькая. Понимаешь? Зарплата маленькая. Поэтому водители, они эту работу бросают и уезжают в другие города работать. А пенсионерам, пенсионерам, да, ездить на маршрутках, это очень накладно. Понимаешь? Чтобы поехать в воде, конец, и обратно вернуться. 54 рубля надо платить. А здесь 30 рублей туда и обратно. Есть же разница? 86-го года. На троллейбусе имеете? На троллейбусе, да. А Каркмасово давно маршрута не было, по-моему? Каркмасово не было маршрута с октября месяца прошлого года. После реконструкции как вам стало? После реконструкции, вот первый день едем. Ну, улучшений тоже для водителей, конечно, нету. Никакой там, вот, вы сами видели, сплошные линии, как проехать. Все закрыто. Здесь парковочные машины, здесь дорога, невозможно проезжать очень. Ну, а так, дорога, все линия нормальная, конечно. Если проходимость, проходимость, если нормальная будет, конечно, хорошо. Напомним, что в троллейбусах Махачкалы по инициативе мэра Салмана Дадаева была внедрена бесконтактная оплата. Нарушителей выявили на Черкейском водохранилище и Сулакском каньоне. Там прошли рейды при участии Росгвардии, МЧС России и транспортной полиции. По итогам проверки сотрудниками были зафиксированы следующие нарушения. Незаконные стоянки, несоблюдение правил пользования судами и перевозки людей. По результатам рейда было составлено 25 административных протоколов. А теперь к новостям спорта. Реванш спустя 10 лет. Магомед Маликов возвращается в ММА. Дагестанский тяжеловес сразится с американцем Кенни Гарнером, которому он уступил в 2012 году. Реванш пройдет 28 августа в Каспийске на турнире Лиги Universal Fighters. О том, как 39-летний Маликов готовился к бою, узнавал Курбан Рагимов. Считанные дни до боя Магомед Маликов оттачивает свои любимые комбинации. Бой в Каспийске для 39-летнего тяжеловеса – самый долгожданный в карьере. 10 лет назад в ярком поединке он уступил Кенни Гарнеру. Брать реванш Маликову предстоит на глазах у родной публики. Конечно, это двойные ответственные. Даже я помню, в Ингушетии, когда я дрался, такое количество людей туда приехало. Я был, выходя на бой, я видел огромное количество сельчан с района, знакомых. Такое ощущение было, весь Дагестан туда приехал. С одной стороны, приятно, с другой стороны, если бы был помоложе, на эти вещи можно было бы внимания не обращать. Но с возрастом тоже какую-то ответственность чувствуешь перед этими людьми. Возраст в паспорте для Маликова – это лишь цифра. Тренировки проходят наравне с чемпионами ведущих бойцовских лиг России. Опытный тяжеловес имеет в послужном списке победы над Александром Емельяненко, Алексеем Олейником и Джеффом Монсоном. Эти ветераны еще не завершали карьеру, и их пример отчасти и побуждает Маликова продолжать выступать. Они определенно вносят эту мотивацию. Но все-таки меня больше мотивирует тренер мой, тренера мои, эти старшие братья, которые говорят все время, да, у тебя получается приходить на тренировки, работай, исправлять, направлять. И вот эти чемпионы, ребята, да, с кем я работаю, лет на 15-16, моложе чемпионных таких известных лиг. Работая с ним, в любом случае получаешь такой заряд. У нас же вот стереотипно, если вот так размышлять и думать, вот 40 лет уже все, с тростью пора уже ходить и как бы себя списать. Соперник Кенни Гарли, мы знаем, как бы, да, вот, боец такой настырный, настырный, непредсказуемый, поздороваться нельзя с ним, мы уже видели это. Поэтому, в основном, я думаю, стойки будут проходить. И я, как думаем, Маликов должен выиграть нокаутом, потому что для нас это очень важно, в реванше, чтобы Маликов выиграл. Точку поставить, да? Да, поставить точку и дальше двигаться. Очередной турнир UEFL призван открыть болельщикам ММА новые имена. Всего зрители увидят 15 поединков с участием перспективных бойцов из клуба Universal Fighters. Гаджумрад Абдулаев в Каспийске проведет свой девятый бой. Средневесец из Махачкалы начинал карьеру в Китае. Побеждал он и в ведущем промоушене Азии, и в NFC. А в перерывах между боями успешно выступает по грэпплингу. Соперник у меня Павел Масальский, представляет Белоруссию. Ну, посмотрел я пару боев довольно крепкие физически. Ну, главный аспект его – это физическая сила, выделяется физическая мощь. Но в техническом плане я считаю себя лучше как в стойке, так и в борьбе. И он тоже так больше акцент на борьбу. Да, я думаю, у нас, когда двое борцов стакается, обычно бой проходят со стойки. Я думаю, бой пойдет со стойки, да. Любой боец, который выступает, если он не хочет стать лучшим в своем весе в мире, то я не думаю, что есть смысл вообще заниматься этим. Я хочу, чтобы меня признали не сегодня, а завтра, чтобы один день, чтобы я стал в своей категории лучшем. Турнир UEFL 4 28 августа примет Каспийский дворец спорта имени Али Алиева. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это все новости на сегодня. С вами была Лария Анна Шимхалаева. Следите за нами в соцсетях. Всего доброго и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова